добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о британской скульптуре двадцатого века если в начале девятьсотых годов казалось что британской скульптуры как явление не существует сравнению скажем с феноменами британской живописи или британской графики то концу двадцатого века великобритания стала восприниматься как не как периферийное явление а как лидер глобального художественного процесса где отразились ведущие направления пластического искусства двадцатого века и роль британских скульпторов в развитии этого вида искусства как их произведения работы джека бейпстайна генри мура барбара хэппорт энтони коро они шокопура стали известны широкой публике в течение двадцатого века изменились не только подходы и технические приемы поменялись и сами материалы с которыми стали работать скульпторы от бронзы местных пород камня гипсом рамора они перешли к бетону различным новым материалом металлом обработанной стали синтетики от стеклопластика и полиуретана до различных смол искусственного камня и в том числе стали использовать какие элементы вторсырья мусор старые доски использованы вещи на этой лекции мы поговорим о скульпторе великобритании двадцатого века и эволюции ключевых британских скульпторов и обратим основное внимание на авангардную затем модернистскую линию оставив стороне более традиционные неоклассические и реалистические линии развития скульптуры обсудим и события которые вдохновляли и провоцировали мастеров и способствовали формированию идентичности британской скульптуры лондон также играл важную роль формирование этой истории в течение двадцатого века его коллекции его художные школы международной выставки они создавали атмосферу и почву для тех перемен которые привлекали столицу великобритании не только молодых и не только английских скульпторов эта лекция не ставит своей целью создать какой-то всеобъемлющий обзор британской скульптуры двадцатого века скульпторы и их работы о которых мы сегодня поговорим помогают представить в целом эволюцию современной скульптуры британии точнее одно из возможных до начала двадцатого века самыми популярными и часто встречающимися скульптурами были конечно же изображения королева виктории они стояли по всему объединенному королевству и символизировали доминирование британии отмечая значение правления королевы однако на рубеже веков молодые британские скульпторы не спешили воплощать в камне или бронзе образы королевы маршалов или государственных чиновников и внимание переместилось на примитивные артефакты которые привозили в местные музеи и частные собрания со всей британской империи из ее предел в девятнадцатом веке британские археологические экспедиции проводили раскопки древних цивилизаций греции египта индии и ближнего востока и но естественно в африке и тысячи и тысячи вещей отправлялись в частные собрания и музейные собрания великобритании в первую очередь это был британский музей музей вектории альберта а также эти вещи выставляли специально созданных павильонах например в египетском зале на пикадель археологи считали что эти открытия имели огромное историческое значение но с художественной точки зрения считалось что это не европейская скульптура грубо и даже уродливо уступала традиционной пластике даже второстепенным произведением скульптора древней греции и древнего рима но молодые британские художники и скульпторы находили в этих примитивных скульптурах более интересные средства выражения и методы работы с формой важную роль в обращении британских скульпторов к такой примитивной древней скульптуре сыграла книга английского критика роджера фрая название vision design которая открыла многим из них ценность не классического искусства как вы знаете европейская скульпта начала 20 века непрерывно экспериментировала и вот этот вот дух эксперимента затронул все основные столицы европы начиная от парижа берлина и вены москву в том числе затронуя москву петербург и прагу и художественная жизнь в этих городах буквально бурлила но если о каких-то магистральных европейских движениях мы знаем достаточно хорошо то то что происходило в лондоне в этот самый момент начале 20 века изучена честно говоря не не так скорбулезно и британская скульптура 1 3 20 века тоже не оставалась в рамках академической традиции и она не была изолирована полностью от всех тех европейских авангардных идей она также искала новые способы и средства выражения новые подходы к классическому какому-то решению разрабатывала и искала новый художественный язык если 19 веке скульпторы в основном работали над каменными объектами путем моделирования композиции в глине и гипсе которые затем переводились в камень с помощью подсобных мастеров то молодые скульпторы начале 20 века изменили этот подход они начали они вдохновлялись техниками примитивов и начали напрямую самостоятельно высекать объекты из каменных блоков они сознательно подчеркивали своих произведениях правду материала и оставляли на поверхности заметные следы работы резцом зарубежные поездки были дорогими для молодых скульпторов но как я уже говорила в собраниях лондона и в провинциальных городах в принципе было достаточное количество вещей привезенных вещей древних культур привезенных с археологических раскопок поэтому молодые мастера могли познакомиться с нетрадиционными способами обработки камня и посмотреть что-то и вдохновиться какими-то другими возможностями отражения форм идея высекания прямого высекания правды нашла оказала большое влияние на скульпторов джека воевстайна эрика гилла анрия гадье бжеску а также на их младших коллег барбару хэпфорд и генри форма для них была важнее чем повествование и они работали напрямую с объемом и поверхностью материала таким способом они чувствовали что возвращаются к истокам искусства и открывают заново тут первоначальную красоту и искренность которая была присуща примитивным народом как и другие авангардные европейские художники начала десятых годов они стремились отойти от каких-то принятых академических форм у основанных на классическом искусстве греции и рима и за вдохновением и идеями они обращались к скульптуре индии древнего египта африки и азии полагая что эти незападные работы помогут отразить простоту и непосредственность форм один из первых примеров такого что ли более правдивого отношения к форме это был заказ который джейкоб стайн получил в 907 году от архитектора чарльза холдона в это время для фасада британской медицинской ассоциации на улице стрэнд в лондоне нужно было создать около двух десятков статуй и молодой скульптор завершил в 908 году серию обнаженных фигур на тему века человека в который подчеркнул разные возрасты и физические состояния людей от собственно зарождения жизни беременности до старости и хотя сами статус на виды на приличной высоте и с уровня тротуара было очень сложно разглядеть какие-то анатомические физиологические детали разразился довольно громкий скандал большую часть претензий направили в сторону обнаженной фигуры материнства и самого факта установки настолько обнаженных фигур в центре города в той же статую материнства чувство уединения матери и младенства свидетельствует о понимании скульптором отношений которые связывают мать и младенца и хотя грудь статуя обнажена скульптуре нет ни намека на какую-то откровенную эротическую провокацию в защиту и постоянно стали британские художники и критики но к сожалению скандал отразился на его карьере и в течение последующих лет 15-20 и ему до долго не давали какие-то большие общественные заказы хотя эти скульптуры были высечены в камни и встань сначала по традиции смоделировал фигуры глине а затем отвел гипси гипсовые слепки уже подняли на строительные леса и где ассистенты с помощью копировальных устройств перенесли нужные рисунки на блоки камня но позже когда и встань познакомился с эриком гилом с которым стал довольно близко дружить и встань решил высекать скульптуры самостоятельно камни без помощи помощников таким образом по мнению мосткульпторов не возникало посредника между замыслом той идеи которая пришла ему голову и реализации этих идей скульптуре и по мнению реки гилы джейкоба и пстайна такой творческий процесс делал скульптуру более искренне более правдивой передавая свойства снова материал когда вот видите пример того как джейкоба и пстайна работает над одним из вариантов статуи материнства и когда в 907 году и пстань закончил небольшой бюст роммеле сына художника агаса саджона то тоже сперва моделировал образец в глине а затем отливал гипсовый слепок и по нему уже отливал скульптуру в бронзе а вот уже через три года в десятом году когда он создавал еще одну версию детского бюста роммеле он оставил нетронутым блок известняка а лицо мать мальчика высек вручную оставляя видимые среди инструмента кстати пстань был одним из коллекционеров этнографических артефактов и сам собирал какие-то примитивные статуэтки и объекты привезенные из африки и египта и ассерии он обожал и небеский статую коллекции скульптуры сплинези африки хранящиеся в музеях лондона и сам нередко обращался к таким вот примитивным изображением как например в похожем на такого примитивного идолу статую под бюсти подсолнух лицо этой фигуры исполнены как рук у него сделаны такие раскосые глаза и прописнутый нос в двенадцатом году скульптор закончил надгробие оскара уальда и эта работа была также вдохновлена искусством древних культур когда памятник открыли то французские власти были конечно вне себя они посчитали этот памятник чрезмерно взывающим и до первой мировой войны надгробие закрыли брезентом скрыв его от глаз посетители кладбища перлашес вот здесь как можно догадаться скульптор вдохновлялся такой темой крылатых гений похожих на рельефы древних ассирийских рельефов после установки надгробия ипстайн провел в париже все лето и осень 12 года и познакомился с пикассо с модельяне с константином франкозе и другими мастерами амгардистами эти парижские каникулы тоже оказали определенное воздействие на формирование его художественного языка и к этому времени ипстайн настаивал на важности прямой работы с камнем и подчеркивал ответственность скульптора за каждое движение резца позволяя характеру камня влиять на формальное решение вернувшись в Великобританию в тринадцатом году он начал работать над более абстрактными работами на тему материнства плодородия создав например мраморный бюст мать и дитя дитя выпустив серию таких вот тоже примитивных по виду фигурок из пленита и создал серию фигур голубей их несколько вариантов более абстрактных и более таких ну не реалистичных но более натуроподобных скажем так он продолжал интересоваться примитивными скульптурами и использовать архаичный язык в своих работах одна на пожалуй из самых его необычных и интересных работ это скульптура горный бурн которая была создана под воздействием его общения с кругом таких художников авангардистов британских которые называли себя вартицистами они интересовались такими механистичными формами это был такой вариант смешения футуризма и кубизма где формы были достаточно геометричными но при этом в отличие от такой статики кубизма авангардисты считали что их форму в их картинах фотографиях и графике формы бесконечно меняются на какое-то время останавливаясь и продолжая какой-то бесконечный водоворот движений собственно от слова вортакс что есть такой водоворот на переводится как водоворот и вот скульптура горный бур который встан и встань сделал нескольких вариантах от таких набросков скульптурных в виде бюстов до полноценной полнофигурной скульптуры в одном из рисунков он заменял голову человека на прямоугольный блок лишенный черт лица создавая такой вариант связи человека и машины в другом варианте тело становилось уже более механизированным а персонаж все менее и менее похожим на человека и он решил не изображать бур из гипса или камня а взять реальный инструмент которым купился рук и вставить его скульптуру то есть он не только превратил гипсовую фигуру из человеческого существа в такой механический артефакт но и довел до логического завершения вот эту идею человека машины соединив скульптуру с реальным буром он даже хотел вести скульптуру движения подключив этот бурок так чтобы он действовал как полноценный бурильчик но после нескольких экспериментов он понял что статы становятся достаточно нестабильные может либо моменты прокинуться и все-таки решил сделать ее неподвижно здесь испан использовал вортицистскую метафору человек машина и превратил фигуру бурильщика в такой сплав человека и механики голова стала шлемообразной маской одеты для защиты от угольной пыли руки превратились такие рычаги ребра всплющенные какие-то и балки колени шарниры которые соединяют бедро с голенью и из этого синтеза живого и машинного появилось существо которое воплощало новую индустриальную эпоху и постоянно разочаровался в механизмах и машинном веке из-за их разрушительной силы которую испытали пожалуй все европейцы во время начавшейся первой мировой войны летом 16 года скульптор создал торс вот вы видите этот торс на презентации убрав бур деструктивный потенциал который вряд ли уже мог приводить зрители восторг на фронте было слишком много потерь и а эта машина напоминала зрителям и критикам о том спиртоножественном оружии от которого погибали сотни и тысячи людей здесь в этом торсе скульптор отсекает часть рук так что фигура превращается скорее в какое-то покалеченное существо пришедшие с войны и это зловещие фигуры воплощающие сегодняшний и завтрашний день говорил сам скульптор где нет больше человечности только жуткий монстр франкенштейн в которого мы сами себя превратили после первой мировой войны скульптор отошел от экспериментов с абстракцией и в 20 и 30 годы работал в основном над небольшими портретными бюстами и статуями из камня и бронза его бронзовых бюстов видны были мастерство уже портретизма и такая достаточно свободная манера компоновки поверхности в духе не в духе поздних работы родена а в камне он оставался верен принципу прямого высекания с упрощениями формы искажения пропорций и хотя его поздние работы фигуративные и почти всегда изображают человека в разных состояниях публики и критики до конца жизни обвиняли его в каких создании каких-то непристойных фигур которые унижали высокие темы религии или образа самого человека а скульптор возражал что в мире прекрасно все и таким образом выражает эмоции которые выходят за рамки привычной красоты самой известной скульптурой того при времени стал адам из алебастра 38 года который хранится в лице вместо того чтобы представить фигуру адама в каком-то таком идеализированном виде ипстайн попытался воплотить образ первобытного человека в как родители всех людей в каком-то таком метущем состоянии а приземистая фигура адам это срастается землей а голова повернута к небу в этой работе ипстайн объединяет мундаментальность примитивной скульптурой с выраженной сексуальностью архаических статуй посвященных теме плодородия у адама признаки мужественности увеличены гипертрофированная так что у многих конечно критиков это вызывало какую-то негативную реакцию другим скульптором о котором стоит поговорить в качестве примеров такого-то авангардной скульптуры десятых годов был андрей котия бжеско он погиб в пятнадцатом году и прожил совсем недолго погиб на фронте случайной пули и для лондонского мира искусств частью которого он стал эта потеря конечно стала достаточно весомой хотя он большую часть жизни провел во франции основной его такой творческий рассвет пришелся на годы проведенные лондоне и его необычная трагическая биография вдохновила не только его друзей вортицистов которые написали о нем вспоминания позже о нем с ней сняли даже несколько фильмов включая фильм дикими сессии 72 года гадип женска пожалуй самая заметная скотта раннего британского модернизма хотя его творческая активность охватила всего-навсего четыре предвоенных годов до это время он успел экспериментировать фактически со всеми направлениями современной скульптуры начиная вот и профессионизма в духе родена скубизмом экспрессионизмом и в дополнение к его участию в группе британских бортицистов он гордился своим предком который работал на строительстве шартовского собора и решил посвятить себя скульптуре хотя никогда профессионально этому не учился столкнувшись с определенными творческими трудностями в париже он решил переехать в лондон и работал клерком и переводчиком сити и в свободное от работы время занимался скульптурными экспериментами его пластических словарь развивался от бронзовых скульптур по моделям из глины вдохновленным роденом до таких примитивных статуй духе бронхозе он конечно обращался к примерам не европейской примитивной пластики и одно из первых показал вот такую тоже примитивную подобную статуэтку красной танцовщицы кубистическую по пластике где у фигурки нет черт лица на их месте скульптор поместил такой большой треугольник и где тоже основные формы женщина сведены к основным геометрическим каким-то фигурам и сама форма достаточно сама анатомически свободно трактована гадея божеско дружил с философом и критиком томасом халму и художниками вортицистами которые интересовались изображением современной жизни в абстрактной форме которая по их мнению была лучшим способом отразить новый механизированный мир и молодые молодой скульптор был одним из подписавших манифест этих художников-вортицистов и написал довольно большое такое теоретическое эссе об абстракции которое было включено уже после его смерти в один из выпусков вортицистского журнала blast любовь скульптора к архаическому искусству уравнивала ритмы племенных танцев с шумами городского шумами современного города и он делал из машин такой же фетиш как и древние люди делали идолов и поклонялись им отражая символически какие-то детали окружающих природов вортицисты подчеркивали мужественность как основу для создания сильных и действенных произведений искусства и эта мужественность отразилась созданном кадье бжеской бюсте эзер паунда 14 года который он сделал для собственной поэта и критика эзер паунда из-за того что у него никогда не было денег на материала для работы он часто работал с гипсом и эти статуи были достаточно незалековечны и паунда решил ему помочь и купил кусок фрамора на свои деньги и в благодарность скульптор решил создать бюст паунда и сразу предупредил что он не будет похож на тебя и он станет отражением тех черт и эмоции которые чувства этого характера за основу он сделал опять же темы примитивного тотема и высек на поверхности камня такие обобщенные черты причем не одна часть лица не располагается под тем же углом что и предыдущие и в этой работе видно что скульптор вдохновлялся знаменитыми полинезийскими статуями с острова пасхи которые он мог видеть в собрании британского музея в 12 12 года анрии гадье бжеско зарисовывал в лондонском зоопарке фигурки птиц и животных которые стали тоже таким источником вдохновение для создания его полуабстрактных композиций одна из самых наверное эффектных работ на анималистический сюжет это бронзовая птица глотающая рыбу и считается что это был такой реальный эпизод который скульптор подсмотрел во время одного из визитов зоопарк и вот как птица поедала свою добычу автор убрал все лишнее сконцентрировав все действие на таком полинационном моменте и рыба и птица стиснуты воедино образуя такое странное геометричное существо агрессивность формального языка отразилась в материале версия для выставки была отлита из оружейного металла в другой своей работе орнамент 14 года скульптор ближе всего подошел к такой механизированной воинственности братицизма скульптура по своим ой по словам самого анри гадье бжески напоминала электрического стат ската и она стоит готовности к бою ее углы готовы к любом столкновении несмотря на небольшой размер эта скульптура такой этап в истории не только британской но и пожалуй мировой скульптуры это один из самых ранних примеров работы скульптора с прорывом массы там где пространство пронизывает скульптуру насквозь прогрызает в ней отверстия какие-то проемы и дыры эта скульптура создана немного позже чем работы александра архиппинка но гораздо раньше пространственных экспериментов генри мура творчество гадье бжески повлияло на развитие британские скульптуры 20-е годы в том числе на ранние работы генри мура и барбары хеппорт причем это влияние заключалось не в каких ком-то прямом воздействию работ потому что далеко не все его вещи были доступны для осмотра они хранились в частных коллекциях и это влияние было скорее через его тексты опубликованы в журнале blast и через какие-то мифы которые передавались художность среди из уст уста вокруг его имени и восприятие андрей гадье бжески как авангардисты сторонники идеи высекания напрямую сформировала такой вот миф о нем и повлияло на его восприятие последующими поколениями эргил родился в брайтоне в 1882 году и переехал в лондон учиться скульптуре архитектуре и каллиграфии и в 1903 году стал самостоятельным ремесленником зарабатывая в основном на гравировке на надгробий однако как скульптор он все-таки получил мало ценного образования и его его работа со скульптурой была скорее таким его хобби до него альцитарем скульптуры было именно резьба по камню а не лепка или моделированы и они казались скульптуру лишь такими подсобными способами работы с материалом первая персональная выставка эрика гилла состоялась в одиннадцатом году в лондонской галереи ченен и работами которые привлекли критиков пылекаменный рельеф распятия и ролланд для оливера который можете видеть на презентации неожиданно сопоставление темы страдания распятие и чувственной жизни в рельефе рома для воли раз обнаженной женщиной конечно привлекло влияние внимание критиков и в принципе связь религии с такой открытой чувственностью была очень важна для эрика гилла позже он задумал несколько рельефов включая распятие и уже созданный распятие рома для оливера для проекта которые он называл стон хэдж 20 века и планировал построить такой своеобразный храм под открытым небом вместе с джекобом и пстайна однако им так и не удалось купить подходящий участок земли и этот проект так и не был реализован на выставке в лондонской галереи ченнел и гилл показал также и несколько фигур из порловского камня под названием мадонна с младенцем в самой иране из этих скульптур мадонна сидит на каменном блоке и жесткие углы этого блока работают на контрасте с округлыми формами матери и ребенка в другой версии скульптуры она сидит уже несколько раздвинув ноги и напоминает скорее не христианский какой-то символ материнства а первобытную женщину в своих работах гилл использовал нет не столь радикальный по сравнению со скульптурами гаде бжески или джейкоба стайна способы работами работы со скульптурой и его объекты выглядят как такой компромисс между традиционным и новым искусством если ибстайн все больше двигался в сторону абстракции то или гилл к такому стилизованному натурализму и в 20-е годы например он серьезно занялся созданием шрифтов и разработал достаточно известный шрифт перпетуа около 30-го года популярный шрифт гилл сан с которым активно очень пользуется в полиграфии до сих пор в течение 20-х и 30-х годов гилл продолжал работать со средневековыми прототипами призывая скульпторов работать руками они с помощью копировальных машин на здании лондонской штаб-квартиры компании bbc сохранились его поздние рельефы сюжетами шекспировской буре где ариэль как дух воздуха стал олицетворением вещания если говорить о следующем этапе развития британской скульптуры то межвоенное развитие пластики в первую очередь было сконцентрировано создание памятных каких-то кинотафов и памятников посвященных воинам погибшим в первой мировой войне после войны в восемнадцатом году в страну вернулся мир и вместе с этим относительно спокойствие и британская художная среда пыталась найти какое-то новое выражение времени в котором они оказались влияние период войны оказалось достаточно разрушительным для художного сообщества как и для британского общества в целом потому что достаточно большое количество молодых людей в том числе и архитекторов скульпторов художников ушедших на фронт погибли были тяжело ранены или получили какие-то достаточно серьезные психологические травмы и если до начала войны молодые художники прославляли такое машиноподобное искусство то пройдя через боевой опыт и увидев эти машины в их самым разрушительным качестве то они почти отказались от экспериментов с абстракцией механикой и вернулись к изучению старого искусства и взаимодействию с теми самыми традициями которые они до этого отвергали изменилась и сама структура отношений в художественном сообществе прежняя система крупных заказов от аристократов ушла в прошлое поэтому основными заказами послевоенных лет для британских скульпторов стали работы по созданию мемориалов и памятников которые были посвящены военному тратам или же это были небольшие частные проекты бюсты памятные статуэтки или церковные рельефы память о войне которая затронула почти все семьи великобритании требовала новых тем и типологии и в межвоенные годы общественность скульптуры и мемориалы получили новый импульс развития муниципальные и приходские советы по всей стране обсуждали памятные композиции и кинотафы воинам погибшим на полях сражений темы типы мемориалов и возможной композиции были описаны в рекламентах комитета королевской академии художеств по военным и мемориалам в них проговаривались задачи по организации памятных монументов в общественных местах обговаривалось участие профессиональных скульпторов и художников обустройство площадок закупка по возможности местных материалов для сокращения расходов и использование определенной типографики создание простых по форме разумных по масштабу и пропорциям композиции важное отличие мемориалов этого времени от памятников предыдущей эпохи отсутствие откровенные героики в облике солдат и военных в большинстве памятников подчеркивался трагизм войны и матерь в небольших городах и деревнях ставили композиции попроще даже без фигур воинов это были просто вариации памятных крестов в 19-м году архитектору эдвину латчинсу заказали проект памятника для парада мира в честь завершения первой мировой войны сперва он построил в лондонском уайт холле временный мемориал из дерева и гипса без лишних деталей и фигур и абстрактная такая достаточно лаконичная форма мемориала настолько понравилась публике что этот кинотав превратили в постоянный памятник сделанный уже из камня и эту композицию стали воспроизводить в других городах и что создал своего рода новую типологию и этот мемориал стал главным местом проведения торжеств день перемирия и форма этого памятника используется собственно в практике создания мемориалов во всей великобритании до сих пор чарльз саржент джакер до войны создавал традиционные достаточно декоративные скульптуры на мифологические темы однако опыт полученный в окопах подтолкнул его к поиску более прямой и искренней скульптурной лексики которая лучше отражала бы память о погибших солдатах одним из источников его вдохновения стали сирийские рельефы которые он также как и джек и пупстайн видел британском музее самый известный памятник джагера это мемориал королевской академии в гайд парке созданный сотрудничестве с архитектором лайнелым персоном в основном в основании памятника установлена увеличенная копия гаубицы из порвенского камня апостамент окружают четыре фигуры из бронзы это артиллеристы офицер подмощек снарядов возница и павший солдат а на стенках укрепить были укреплены рельефы со сценами сражений поверхность бронзовых фигур оставлен шероховатый воспроизводя следы глины из которых была сделана модель и по замысу скульптора это напоминает о той окопной грязи в которой без конца находились солдаты всех родов войск во воюли пою я за свою страну на рельефах используется многослойная резьба которая создает иллюзию планов и для каждой панели он использовал такую динамичную диагональную композицию создавая эффект активного характера военных действий помимо военных мемориалов скульптором приходили заказы по украшению фасадов зданий или новых станций особенно но не всегда публика была готова к художным идеям которые транслировали мастера особенно досталось конечно джейкобу ипстайна двадцать четвертом году он закончил мемориал натуралиста и писателя у элима генри хатсона под названием рима в кенсекталнских садах лондона барельеф на этом мемориале изображал одну из героинь поэта поверхности камня было вырезано поясное изображение обнаженной богини природы которые звали рима положение фигуры компоновка рельефа на каменной плите напоминали о фигуре афродита страна людавизия гравировку надписи рядом с этим рельефом исполнил эрегил и мемориал из-за обнаженной фигуры богини вызвал общественную дискуссию и недовольные граждане даже ночами обливали эту статую краской чуть позже джейкоб ипстайм показал фигуры с изображениями дня и ночи для здания лондонской транспортной ассоциации из-за натурализма в изображении ногого мальчика опять же эти рельефы подверглись критике и скульптора обвинили в очередном случае такого намеренного что ли эротизма самым значимым из британских скульпторов 20-х и 30-х годов как и всего собственно 20 века был генри мур он родился в семье шахтера в йоркшире и самого детства очень любил камни и с увлечением собирал их всю жизнь в 11 лет он услышал историю о том как микеланджи вырезал каменную голову и ему пришла идея стать таким же мастером как микеланджи юноша добровольцем ушел на войну и как бывший военный по окончании военных действий получил грант на обучение учился сперва в школе искусств лице а затем в королевском колледже искусств лондоне в двадцать третьем году он впервые поехал в париж где познакомился с константином дранкузи и кубистами а позже познакомился и с итальянским искусством в 20-е годы в работах генри мура возникли такие два что ли лейтмотива которые занимали его до конца карьеры это тема матери с ребенком которые в более поздних работах трансформировались в группу семейную группу и вариации полулежащих как на этрусских саркофагах фигур самым важным для генри мура был материал с которым он работал уже в ранних вещах заметно внимание к работе с поверхностью камня использование разных материалов бетона алебастра местного хорнского известняка сам скульптор объяснял что такие изогнутые плавные формы и естественные отверстия в камнях это отражение того как природа ветер и вода изнашивают и разрушают их он описывал себя скорее резчиком чем моделистом и отмечал что до начала второй мировой войны девять из десяти его фигур были исполнены из понимание работы с камнем у генри мура была основана на различиях моделирование и резьбы в то время как при моделировании скульптор создает форму снаружи путем добавления и следовательно имеет потенциальное пространство для расширения то резьба начинается с цельного блока у которого есть поверхность но нет пространства и чтобы создать законченную трехмерную форму в резьбе необходимо помимо размышлений о внешних поверхностях форм думать о том чтобы формы существовали изнутри и снаружи наружу как и многие его современники он искал вдохновение в примитивных артефактах и регулярно посещал как частные коллекции так и залы британского музея где восхищался монументальностью египетской скульптуры упрощением форм африканской и тихоокеанской пластики и очень любил египетские статуи и ацекские базальтово-манские фигуры еще одним следствием изменениям скульптурной практики генри мура стал отказ от классических материалов прежде всего белого мрамора которые ассоциировались с скульптурной классики и скульптуры того времени обращали больше внимания на цветные камни помимо того что им было проще достать они были более дешевыми цвет придавал скульптурам как бы другие совершенно визуальные эффекты и использование местных пород позволяло молодым скульпторам задействовать материалы которые были относительно дешевыми помимо камня молодые скульпторы в том числе генри мура использовали и дерево в основном местные породы букс амшит вишню ореха плотан сам генри мура как правило использовал темный корненский известняк коричневатого оттенка для с помощью которого получаются такие плотные тяжелые композиции как например мать и дитя 24 года и этот камень заменил в работу генри мура привычный мрамор и алебастер он стал меньше интересоваться примитивным искусством не европейских культур где-то с начала 30-х годов частично это связано с его интересным кубизмом и абстрактному искусству мотив полу лежащей фигуры тоже начал меняться и он начал трактовать тело более обобщенно акцентируя плавные переходы детали как ближайшие женщине 30 29 30 года или разделяю фигуры на отдельные элементы как многочисленных композиций из трех или четырех частей композиция из четырех частей составлена из четырех не соприкасающихся полностью фрагментов поставленных небольшой постамент если рассматривать их по отдельности то детали выглядят как какие-то абстрактные изображения а когда расположены рядом то создают ощущение человеческой фигуры и эти эксперименты показали скульптору возможность как можно связать пространство и форму где важен не только объем самой скульптуры но и взаимодействие и взаимоотношение ее частей и пространство вокруг нее середине 30-х годов интерес генри мурок абстракции разделению форму и биоморфным объемом стал более выраженным и это частично объясняет почему он участвовал выставках сюрреалистов и вступил в группу юнит-1 объединение 1 что году он сам принимал участие в лондонской международной выставке сюрреалистов и его объекты показывали вместе с работами жанна миро сальвадора дали макса эрнста и рене магрита в это время он начал экспериментировать и со струнами вводя их своей композиции как вы можете видеть в объектах невеста и фигура со струнами участие ведущих художных течениях 30-х годов конструктивизме и сюрреализме позволило британского мастера разработать новый скульптурный словарь и он свободно черпал вдохновение из разных культур и художных концепций считая что спор абстракционистов сюрреалистами он совершенно лишний все хорошее искусство по его словам содержит себе и те и другие элементы порядок спонтанности рациональность и воображение сознательное и бессознательное еще одна важная фигура в истории британской скульптуры века это барбара хеппорт как и генри мур она училась в школе искусств лица а потом в королевском колледже искусств за исключением короткого периода в 30-е годы когда они работали над схожими проблемами скульптуре художные цели генри мура и барбары хеппорт были разными в отличие от наследия генри мура у хеппорт очень редко появляется человеческая фигура большинство ее скульптур это такие абстрактные объекты как такая форма беспредметного искусства основанного на простейших геометрических формах ее работы даже часто носят не слишком говорящие названия просто как сферы скульптура цвете форма стента одна форма три форма проколотая форма и эти названия подчеркивают тот факт что это не изображение человека животного или какого-то конкретного существа она начала работать в абстрактной манере сначала 30-х годов и возможно ее вещи были таким самым последовательным отображением принципов модернизма и развивающегося абстрактного искусства она начала резать по камню на стажировке времени в двадцать пятом году вместе со своим первым мужем скульптором джоном скиппингом в то время это не входило в обычную практику подготовки скульптора и относилась скорее к работе каменщик таким образом хэпфорд тоже интересовалась прямому усиканию принципам которые интересовали еще константина бронхозе джейкоба стайна и анри гадье бжеско потом она познакомилась в тридцать первом году с художником абстракционистом беном николсоном и они начали встречаться и вместе работать ее скульптуры тридцатый год остановились все более упрощенными абстрактными как вы можете видеть в проколотой форме из полированного алебастера 31-32 года в центре которой зеря зияло большое отверстие это идея со сквозной формы со сквозной формы через которую скульптуру входит окружающее пространство хэпфорд продолжила и в последующие годы переехав в тридцать девятом году из лондона в городок сент айвс в корноле она начала включать в свои работы цветные нити и струны равно как и свободнее работать с формой раскрывая в пространстве до конца войны из-за нехватки материалов она почти не занималась резьбой высекания зато много рисовала и создала множество эскизов по которым уже создавала композиции реализовывала эти композиции после второй мировой войны как и случае с генри муром особенности скульптур барбер и хэпфорд в двадцатые тридцатые годы в основном связаны с восприятием примитивной скульптурой и идеями модернизма но в отличие от генри мура хэпфорд придавала большее значение принципам обработки поверхности и впервые британской скульптуре 20 века начала окрашивать скульптуры своими краски в тридцатые годы в лондоне жили работали художники-мигранты которые покинули свои страны из-за пришедших к власти на нацистов или каких-то послевоенных трудностей в числе этих эмигрантов оказался и скульптор наум габо который интересовался возможностями ритма и глубины для построения скульптурных форм еще в двадцатом году вместе со своим братом антуаном песнером он написал конструктивистский реалистический манифест где подчеркивал важность новых форм и материал роль статических форм и движения линий и ритма в пространстве и вместо традиционной скульптуры объема и массы они предлагали использовать линии и глубины глубину строя форму совершенно иным способом в тридцатом году наум габо по приглашению бена николсона приехал в лондон где участвовал выставки абстрактные конкретные и в тридцатем году опубликовал альманах круг международный обзор современного конструктивного искусства написав для него статью о конструктивной идее в искусстве абстрактные объекты науму габо его эксперименты с динамичным развитием трехмерной формы в пространстве интерес к достижению науки новейшим материалом оказали воздействие на британских скульпторов так дружившая с ним барбара хэпфорд увлеклась современной наукой и тоже использовал в работах 30-х годов струны и идеи глубинного построения форм наум габо постепенно пришел к стереометрическому методу за счет скорее архитектурного построения объема с помощью пересекающихся плоскостей а не объема массы также ему были интересны достаточно прозрачные материалы и беспредметные формы интересовался он и возможностями динамики в скульптуре который реализовал в кинетической конструкции стоячая волна это этот объект состоял из металлического стержня которому примыкал электромотор и задавал стержню движение по вертикали частота вибрация была такой что создавалось ощущение такого трехмерного объекта а не простой статичной полоски металла как только мотор выключался иллюзия трехмерной фигуры исчезала часто обращение на ума габо к прозрачным материалам солилоиду в более поздних работах флексиглазу помогало ему дематерализовать объекты в 30-е годы он создал несколько важных для эволюции абстрактной скульптуры работ в том числе конструкция в пространстве кристалл тридцать шестого года который выглядит как прозрачный сложный многогранник и на поверхностях которого выгравированы линии похожие на нити они устремлены от краев формы к ее центру и создают эффект центр стремительного движения и ощущения развертывания пространства во времени переехав с началом войны подальше от лондона на ум габо поселился тоже в городке сент айс в корноле где к тому времени уже жило несколько лондонских художников и скульпторов включая барбару хэпборд и бена николсона и если габо познакомил своих британских друзей с идеями динамичного развития форму то англичане свою очередь открыли для него тему прямого высекания без моделей и работы с местным камнем этот взаимообмен идеями плотворно отразился в работах как генри муры и барбары хэпборд так и самого наума габо но пожалуй главным вкладом скульптора в развитие абстрактной скульптуры стал струнный метод габо построение формы и объема с помощью тонких струн в определенном порядке натянутых на основу композиции и тем или иным способом пересекающихся дни хотя он и не первым использовал такой подход у него струны играли основную формообразующую роль создавая не только объем но и впуская в объект пространство свет и движение как например в линейной композиции номер 1 на ом габо стал обматывать из-за не соединять часть прозрачного пластика маркаса сперва обеспеченными а потом изменен на более эластичный вариант из прозрачного нейлона после переезда в сша по завершении второй мировой войны габо продолжал использовать этот мотив пересекающихся плоскостей с протянутыми струнами из нейлона и металла вот можете посмотреть на другие варианты его композиции со спиралью и такой динамичной формы с протянутыми струнами эксперимент со струнами динамика на ом габо скульптуры генри мура и барбары хэпфорд вывели британскую скульптуру того времени на международный уровень и развивала и развивали язык интернационального модернизма они задали направление для последующего развития британской пластики изменив к началу 60-х годов картину художественного мира и это сделала скульптура в Великобритании одним из главных игроков арт сообщества избавив творческую молодежь от чувства странной изоляции ощущение периферии в послевоенной скульптуре 50-60-х годов важную роль сыграла возросшая роль поддержки государства в это время создавались организации которые поддерживали и пропагандировали национальные художественные силы как внутри страны это делал совет по искусству и лондонский институт современного искусства так и за рубежом этим занимался британский совет значение этих организаций заключалось не только в их способности повысить социальный статус искусства но и в продвижении Великобритании как такого лидера в области искусства и культуры и если раньше художники и скульпторы могли рассчитывать только на частные заказы и создавали работы в камерном формате изредка получая общественные какие-то заказы от для офисов или зданий теперь они могли рассчитывать на поддержку общественными проектами и на участие в крупных международных выставках современного искусства таких как геннале венеции сан паулу или документов касселе в сороковые годы из европы в америку уехали многие модернисты а сами британцы стали активнее участвовать в крупных международных выставках большую роль в пропагане британского искусства и включенности англичан глобальные художные процессы сыграла деятельность британского совета который продвигал своих художников и скульпторов на выставках за рубежом при поддержке британского совета работы генри мурова барбары хепфорд и других британских мастеров показали широкой аудитории сначала в европе а затем и за ее пределами так британское искусство из в частности скульптура выходили за рамки странной изоляции и достаточно органично вписывались в систем международных художественных отношений от выставок и патронажа до взаимодействия крупных фондов и коллекционеров одним из первых важных мероприятий стал организованный королевским обществом фестиваль британии который прошел в пятьдесят первом году в хрустальном дворце в честь столетия знаменитой ловенской выставки пятьдесят первого года целью фестиваля стала стал показ клада британцев в прошлое настоящее и будущее кураторы хотели отметить достижения британских художников инженеров и скульпторов фестиваль создавал такой образ нового демократичного искусства и сообщества давая возможность архитекторам композиторам и художникам работать в большем масштабе чем это было возможно раньше после войны восстановление художных связей происходило почти с нуля и приходилось фактически заново отстраивать систему международных выставок творческих стажировок общения художников и скульпторов создание юнеско в сорок пятом году сыграло очень важную роль в восстановлении новых связей и формирование новых культурных институций включая международную ассоциацию художных критиков айка и ассоциации директоров музеев айком в первые послевоенные годы коммерческие галереи играли еще не такую важную роль в продвижении британских художников и скульпторов и даже внутренний рынок в британии был ограничен всего несколькими галереями а а вот британский совет позиционировал себя организацией которая поддерживает британских мастеров и продвигает их деятельность не только внутри страны но и в первую очередь за рубежом размах культурной экспансии был таким что всего за два года 45 по 47 британский совет открыл представительство в двадцати двух сторонах восточной западной европы и эти выставки которые проводил британский совет за рубежом дали возможность британским скульпторам и художникам показать свои достижения на международном уровне современное появление генри мура на международной сцене сначала с ретроспективы в музее современного искусства в нью-йорке в сорок шестом году а потом в павильоне великобритании во время венецианской геннале сорок восьмого года создало прецедент который подтолкнул публику и критиков во всем мире заговорить о британской скульптуре и расценивать ее более серьезно международный авторитет генри мура вырос благодаря поддержке влиятельных американских дилеров критиков и музейных специалистов собственно и британский совет очень энергично продвигал работы генри мура за пределами европы считая что его скульптурам присущи подлинно английские качества которые соответствуют национальным цивилизованным ценностям они организовали выставки генри мура в австралии южной африки канаде новой зеландии японии и привезли работы скульптора на бьеннале в сан-пауле благодаря деятельности британского совета английские художники смогли принять участие в крупнейших международных выставках и наладить художественные связи с критиками и заказчиками из других стран венецианская бьеннале сорок восьмого года стала первой общей европейской выставкой современного искусства после войны и а должна была стать таким символом что ли послевоенной свободы вне национальных границ и идеологических барьеров в павильоне великобритании скульптуры генри мура были выставлены рядом с подборкой картины акварели черных на выставку генри мур привез 36 скульптур разного времени и 53 листа графики созданных с 30 по 46 год критик герберт рит написал небольшой вступительный эссе для каталога который стал основой для большинства последующих текстов отворчивости генри мур британский критик отмечал привязанность скульптором к британскому пейзажу интерес к примитивной скульптуре увлеченность темы человеческой фигурой и страивал в европейскую линию скульптуры модернизма от баранкусии александра архиппинка до обеда джакометти в экспозиции венецианской бенале 50-го года архивизаторы попытались снова показать связь с прошлым и дополнили современное искусство работами 10-х и 20-х годов произведениями кубистов фавистов и группы синий садник в этот раз британский совет привез скульптуры барбар хэпфорд а также картины о мэтью смита хотя барбар хэпфорд в отличие от генри мур не получила награды важным событием стала экскурсия по ее залу которую герберт рит провел в павильоне великобритании для большой группы коллег и делегатов художественной ассоциации которые в дальнейшем с большим интересом стали писать о работах британского скульпта для барбары хэпфорд как и для генри мура международная известность после венецианской оригинале стала поворотным моментом в карьере и означало что в сознании критиков и публики ее имя стало напрямую ассоциироваться с новой британской скульптурой к 52 году британский совет отказался от идеи сопоставления в одном пространстве старого и современного искусства и вместо этого они организовали ретроспективу картин художника-сюреалиста грэма сазерланда в главном зале а в боковых частях повесили работы эдварда уотсорда в длинном зале где выставляли до этого работы генри мур и барбары хэпфорд генри мур собрал подборку скульптур молодых скульпторов роберта аддамса кейнета армитажа риджа баттлера дина четвика джеффри кларка уильям тернбула бернард медозе и эдуарда паолоцци под названием новые аспекты британской скульптуры в каталоге к этой выставке он описал их скульптуру как воплощение геометрии страх и это запоминающаяся фраза перешла в обиход критиков и исследователи которые писали о послевоенной британской скульптуре отмечая свойственные этим работам угловатой формы экспрессивной деформации искаженной пропорции где фигуры с острыми пугающими конечностями и неровными поверхностями передавали тревожные эмоции как скульптурах бернарда медуза краб или виллах для ячменя ли на четвика формы их объектов часто скелета образные заостренные и вместо отполированных форм на поверхности оставались какие-то вмятины царапины и шероховатости большая часть этих британских скульпторов начала работать после второй мировой войны их работы можно назвать реакции на ранние скульптуры генри мура и мастеров парижской школы но произведения молодых британцев отражали иную атмосферу атмосферу дисгармонии тревоги эти молодые скульпторы добились быстрого признания международного успеха в 50-е годы и конечно же роль успехи на объединале 52 года сыграл текст герберда рида где критик отразил связь их работ с философией после военного времени с мрачными настроениями предчувствиями новой войны опасностями нового ядерного оружия молодые скульпторы отражали иконографию отчаяния и неповиновения не просто из-за недавней второй мировой войны или современных им реалий холодной войны но и потому что они выросли и сформировались вот в этой культуре военного времени они выбирали колючие формы угловатый отчасти небрежный стиль с не обработанными до конца поверхностями и предпочитали работу с камнем работу с металлом и конструкции работе с камнем и моделирование английский критик роберт мелал вспоминал что когда работа молодых британских скульпторов были впервые собраны вместе на венецианской бенале 52 года это казалось ознаменовало появление новой британской школы с выраженными новыми характеристиками выставка документа который впервые состоялась в касселе в 55 году была призвана соединить современное искусство с экспериментами начала 20 века и вспомнить о уроках прошлого в числе экспонатов на первой выставке были скульптуры вильвельма лембрука аристида майюли ханса арпа александра колдера один из вариантов короля и королевы генри мура работа кеннета кеннета армитажа или на четвика и по словам критиков впервые европа получила новые стимулы из англии страны которая традиционно считалась враждебной скульптуре на следующей выставке документа основная экспозиция разместилась на специально созданной площадке перед разрушенной барочной раджереи в парке и генри мур занял там почетное место рядом с макетом скульптуры который он сделал для нового здания юнеско в париже кроме генри мура в кассельской 2 документе участвовали и другие британцы кеннет армитадж рэдж батлер линчедвик барбер хэпворд и гернард медоуз скульптура для общественных мест от городских скверов до садов и целых скульптурных парков пережила в 50-е годы великобритании настоящий бум которого не было с викторианских времен когда скульптуры устанавливали на любой мало мальски подходящий для этого площадки и в крупных и в небольших городах современная скульптура вышла из выставочных залов и мастерских и стала занимать пространство города садов парков и заповедников меняя камерность решений на более моментальный масштаб часть британских скульпторов 50-е годы начали экспериментировать с масштабными композициями которые размещали доступны для публики места возникали целые парки скульптуры с объектами под открытым небом и это стало частью государственного движения по созданию новой аудитории для современного искусства за счет низких педесталов или выбранных точек расположения скульптура становилась уже не каким-то таким отделенным объектом частью городского или природного пейзажа сливая с ним или формирует пространство вокруг себя пятьдесят первом году институт современного искусства лондоне объявил уже народный конкурс на проект памятника неизвестному политическому заключенным для западного берлина и он завершился в пятьдесят третьем году отдельной выставкой макетов финалистов и победы британского скульптора Реджи Баттлера его проект напоминал башню из тонких металлических элементов но так и не был реализован второе место разделили проекты барбары хэпфорд на у богобой антуана пестера количество состоявшихся выставок скульптуры под открытым небом до середины 60-х годов было настолько велико что публика привыкла смотреть на современную скульптуру в такой обстановке понимая что скульптура может находиться не только в залах музеев и галерей парки скульптур и временные выставки способствовали более непринужденные менее формальные встречи с современным искусством представленная за пределами музейных залов скульптура включалась в пространство парков и садов она улучшала городскую среду и общественный вкус и повышала общественный интерес к работам современных британских скульптур 1 британская выставка скульптуры под открытым небом прошла в парке баттерси в мае 48 года и на выставке были показаны работы не только британцев фрэнка добсона барбара хэпфорд и геона антергуда джейкоба и пстайна генри мура но и произведения французских мастеров майоле и агюста роден городские власти великобритании стали заказывать скульптором объекты и для новых кварталов парков и площадей рядом со зданиями и одним из лучших примеров такого подхода стал британский город харло где с 54 года и до сих пор на площадях и парках создается коллекция объектов современной скульптуры парки и скульптуры организовывали не только в лондоне так они появились в йоркшире в бранкеле в шотландии и в кумри установленные там скульптуры отличаются от традиционных садово-парковых ансамблей они больше связаны с природой пространство которое позволяет выделять их объем и в этих парках есть не только постоянные и до сих пор пополняющиеся экспозиции там до сих пор проводят временные выставки и показывают работы молодых скульпторов в частности скульптурном парке гленкил в шотландии среди поросших вереском скал выставлена целая коллекция скульптур генри мура которые были созданы в 50-е годы по заказу владельца имени уильяма кесвика вот вы можете увидеть на примере группы король и королева 52-53 годов которые установлены прямо на глубок камня и вписываются в местный пейзаж становясь его органичной частью генри мур считал такой способ установки фигур в пейзаже идеальным полагая что его скульптура лучше всего воспринимается именно таким способом а не в музейном пространстве он высыл природу сам подходящим окружению своих скульптур считая что нет лучшего фона чем небо потому что благодаря ему вы видите контраст объемной формы с его противоположностью пространстве если генри мур предпочитал для своих объектов открытые места где хорошо просматриваются окрестности то барбара хэпфорд использовала более камерный вариант взаимоотношения скульптуры с пейзажем выбирая более уединенные закрытые деревьями или зданиями места долгое время она выставляла свои скульптуры перед домом своим дом студии сент айвс и выбирала для каждого объекта подходящее место доминирование генри мура на международной художественной сцене в 50 60-е годы было связано не только с тем что его скульптуры постоянно появлялись на выставках но и с простотой общения благодаря которому генри мор легко общался и с критикой с обычной публикой он навсегда легко обсуждал свои работы и подробно писал о них на протяжении всей своей карьеры и если в 20-е годы он прославился как скульптор который верил в превосходство приморгового высекания и сохранял в своих объектах ощущение массивности природного материала то в послевоенные годы генри мур постепенно отказывался от медленной и физически сложной работы методом прямого высекания в пользу бронзовых скульптур который создавал для общественных пространств обращение к этому материала было не только стремлением к более крупному масштабу или созданию большего количества работ из-за возросшего спроса клиентов дело было в более рациональном понимании долговечности материалов если камерные работы 20-х и 30-х годов предназначались в основном для экспонирования в интерьере и пористый известняк или алебастер из которого были выполнены бюсты или объекты не страдали от непогоды в помещении то уличные условия требовали более устойчивого к капризам погоды варианта поэтому для парков и общественных площадок генри мур создавал бронзовые отливки почти всегда выбирая такой оттенок естественной патины после второй мировой войны генри мур вернулся к мотиву полу лежащей фигуры постоянно меняя размеры и трактовку объем почти все каменные скульптуры которые он сделал с 40 по 60 год были крупными заказами для общественных объектов среди них семейная группа для садов харлоу лежащие фигуры для штаб-квартиры юнеско продолжением темы матери с ребенком стали семейные группы которые генри мур сперва создавал в небольшом масштабе а потом увеличивал в формате для установки общественных местах чаще всего это малофигурные группы из трех персонажей где анатомия крайне обобщена без каких-то выраженных черт лица просто воплощая идею семьи как таковой другая тема который развивал генри мур после войны это полуабстрактные головы шлема и фигуры падающих или уже павших войн в 67 году скульптор закончил атомную скульптуру созданную по заказу чикагского университета ее установили на месте заброшенного теннисного корта где во время испытаний физик энрико ферми впервые вывел цепную ядерную реакцию и несмотря на первоначальное задание со стороны университета где нужно было отобразить значение атома в современной энергетике генри мур изобразил далеко не мирный атом показав символику его разрушительные и смертельные силы скульптура напоминает одновременно и атомный взрыв в виде гриба и череп такой с улыблениями глазниц что касается работ барбары хепфорд в послевоенный период то после войны она наконец смогла организовать отдельную мастерскую и начала полноценно работать она вдохновлялась окрестностями сентайца очень красивого места в куаноле где почти где яркий свет и такая очень красивая линия морского побережья архаичные каменные знаки они конечно влияли на ходу скульптора и дали такой толчок развитию новых форм в ее объектах и поэтому ее скульптуры больше не были чистой абстракции и отчасти ориентировались на ландшафтные формы на древние камни и скалы западного корнула как например волна или пелагас скульптура которые вдохновлены изгибом залива сент айс и в в отверстиях которых скульптор протянула струны отношение между фигурой человека пейзажем интересовали барбару хепфорд на протяжении всей карьеры и она даже писала что я не могу ничего сказать о пейзаже не сказав о человеческой фигуре и человеческом духе населяющим этот пейзаж для меня все искусство скульптурой это слияние этих элементов общественный интерес к хепфорд возрос когда ее пригласили на конкурс сорок седьмого года по созданию нового моста ватерлоу в лондоне где планировали поставить новые фигуры в сорок седьмом году и после участия в венецианском геннале в 50-м году к барбаре хепфорд начали чаще обращаться крупные коллекционеры и общественной организации и в 51 году она получила два важных заказа для фестиваля британии это были кондропуганной формы и поворачивающейся формы 50-го года начиная с середины 50-х годов хепфорд начала больше работать с бронзой металлами передавая с их помощью фактуры камня и коры преимущество работы с бронзой для британского скульптора были очевидны она могла создавать множество отливок с одной формы что увеличивало ее производительность к тому же бронза как металл позволял создавать большие работы подходящие для демонстрации на открытом воздухе вот еще паре и общественных проектов это меридиан крупная абстрактная скульптура которая была сделана для зданий на улице хай холлборна в лондоне а вторая это крылатая фигура заказанная компанией джейн джон льюис для их флагманского магазина на оксфорд-стрит где два широких асметричных крыла поднимаются из небольшого постамента и связанные между собой такими протяжками похожими на струны в поздних работах заметно возвращение геометрической абстракции 30-х годов и работы хеппорт увеличились в размере до такой степени что зрители буквально могли входить в скульптуры например можно было буквально пройти по четверхугольному проходу взаимодействуя с объектами и другими проходящими людьми в 50-е годы британские скульпторы обращались к разным методам и стилем работы одни использовали конструктивизм и кинетическое искусство в духе наума габо другие обращались к специфике металла создавая произведения в виде вырезанных и сваренных кусков железа и по-прежнему скульптор вызывал интерес к проблемам обработки поверхности продолжая идеи верности материалу от характера использованного материала и способы работали на поверхности возникали разные эффекты и фактуры и эдуарда полотца пожалуй один из самых необычных британских скульпторов 50-х и 60-х годов который прошел через разные этапы своей карьере от ранних порталистских скульптур из бетона до провокативных коллажей и объектов пупарта серия скульптур созданная им 50-е годы под влиянием сюрреалистов и альберта джакометти принесла ему известность и понравилась поверхностями в которой включали детали различных механизмов и найденные объекты сам скульптор и очень любил собирать разные мелочи и предметы массовой культуры и эта коллекция стала подручным материалом для коллажей и его скульптур в взятые годы он начал создавать форму с помощью найденных предметов глиняную основу он вдавливал различные вещицы из своей коллекции а потом делал по этой поверхности отливку со ступающими деталями таким образом бронзовая поверхность получалась неровный похожий на коллаж состоящий из тех предметов и элементов которые скульптор давил в глиняную модель за свою карьеру он перепробовал многие техники и виды искусства по улице создавал скульптуры коллажи печал принты придумал образцы для тканей и обоев делал мозаику выпускал фильм он очень легко переходил от одного приема материала к другому смешивать между собой использовал самые разные объекты для вдохновения принцип все годится радикально изменил работу скульптора с пластикой потому что вместо сложных бронзовых конструкций с неровной фактурой и ум в мастерской появились скульптуры механизмы составленные из деталей фабричных машин и окрашенного в яркие оттенки металла творчество полотца изменилось в начале 60 годов когда на международную сцену вышло поп-движение и внешний вид скульптур полотца изменился от такого грубоватого буртализма к более гладкой работе с материалом кульминацией промышленных с виду скульптур идолов стала работа дианы как двигатель один который напоминает изготовленный промышленным способом объект покрашенной яркой краской с 60-х годов до начала восьмидесятых британская скульптура пережила быструю и радикальную трансформацию от работ эндоника у которого произносили как вершину современной скульптуры до развития ленд-арта и концептуализма выбор 60-го года в начале этого периода связан с поездкой британского скульптора энтони коров нью-йорк и появлением его первых абстрактных работ которые стали вдохновением и исходной точкой для развития нового поколения скульпторов это был момент когда британская скульптура переживала сложный такой переход от локальных задач в сторону глобальных процессов художественного мира в это десятилетие британские скульпторы искали границы своего виду искусства они открывали для себя новые техники и формы они меняли работу с пластикой пересмысляли традиционные возможности пластического решения и спорили о том не просто из чего сделан тот или иной объект или как он может выглядеть но и о заложенных в объектах идеях с одной стороны продолжали работать признанные мастера как генри мур барбар хэпфорд рэдж батлер или бэйнад мидоуз с другой стороны появилось поколение скульпторов которые родились межвоенные годы и учились в лондонской школе святого мартина где программа обучения очень сильно отличалась от привычного всем образования в художественной школы говоря о характере самой презентации восприятия британской скульптуры 60 и 70-е годы стоит отметить что она в то время было дискуссионной категории которая все больше воспринималась как расширившиеся многочисленные новые формы от ленд арты и инсталляций до концептуального искусства и перформанса начиная с 60-х годов скульптура все больше включала зрителя свое пространство или поле формировала новые пространственные отношения и взаимодействовал со зрителем разнообразными способами стирая привычные границы и создавая более свободное отношение к работе с материалами и в результате скульптуры в тот момент начали называть объекты и явления которые меняли традиционные представления о скульптуре как о статичном и одном из самых долговечных видов искусства произведения могли существовать как временные объекты саморазрушаясь или уничтожаясь самим скульптором после фотофиксации в 70-е годы скульптура столкнулась с ситуацией самоопределения выбирая между полным редуцированием форм в рамках минимализма и преодолением своего значения и возможности нового подхода в 70-е годы скульптуры Генри Муру стали казаться слишком традиционными со своей приверженностью органическим формам отсылки Энтони Карро к американскому абстракционизму принимали далеко не все британские скульпторы многие из них достигли известности и работали с более концептуальными практиками и даже использовали элементы перформанса но при этом они продолжали говорить о своих работах в привычных терминах из скульптуры как например Гилберг и Джордж, представлявшие себя в виде живых скульптур или Брюс Маклин в 70-е годы британские скульпторы чаще искали вдохновение не только за границами Великобритании, но и за пределами Европы в 70-е годы возросло число выставок современного искусства с участием британских скульпторов их теперь часто приглашали создавать работы не в своих мастерских, а прямо на месте под экспозиции в то же время кураторы и авторы уделяли большое внимание материальному воплощению работ скульпторам и художникам предлагали реагировать на особенности локации использовать местные материалы и еще одним важным изменением в конце 70-х годов стало размытие границ когда скульпторы начали воспринимать себя частью глобальной, а не локальной островной художественной жизни произведение можно было оценивать вне национальных ориентиров например, Ричард Лонг в начале 70-х годов работал в самых разных местах и с разными материалами от прямой стамильной прогулки по Японии до создания каменной линии в Южном Уэльсе в Сиднее Благодаря отъезду многих европейских художников и известных мастеров в США в 30-х и 40-х годах Америка быстро стала центром выложенной активности Туда после войны потянулась творческая молодежь со всего мира в том числе и британский скульптор Энтони Карло Он учился в Лондонской королевской академии художеств и с начала 50-х годов был ассистентом Генри Мура помогая ему с отливками металлических скульптур Ранние 50-е годы Ранние работы Карло, созданные в 50-е годы, были еще фигуративными И он моделировал их в гипсе и отливал в бронзе как, например, человек, снимающий рубашку Или это были такие фигурки, которые напоминали про обыдных Венер Но встреча в Лондоне с арт-клетиком и теоретиком Климентом Гринбергом и знакомство с американской абстрактной живописью во время нью-йоркской поездки 60-го года спровоцировали серьезные перемены в методах и художных приемах Энтони Карло Уводя его от антропоморфной трактовки объемов Он переключился на абстрактные составные работы Отказался от бронзы и техники резьбы И сосредоточился на конструировании своих скульптур и соединении старых деталей путем сварки Его сваренные работы ознаменовали точку перехода от органических форм Генри Мура к новым способам размещения объектов в пространстве В 60-е годы Карло пользовался готовыми металлическими листами трубами, проволочной сеткой и окрашенными балками из которых, как из конструктора, выстраивал объемные композиции В произведении однажды ранним утром и других работах этого времени нет акцента на объеме самой скульптуры Объект состоит из таких линеарных плоскостей и пересечений которые скорее обрамляют пространство, чем заполняют его В это время Карло стал размещать скульптуры прямо на полу Они используют цоколь или постамент, как в традиционной скульптуре Находясь на уровне пола, скульптура расположена в том же самом пространстве на временном поле, что и зрители Каждый элемент скульптуры имеет свою взаимосвязь с другими частями композиции и раскрывается по мере того, как мы обходим это произведение Сам Карло отмечал эти особенности Я создаю по-настоящему абстрактную скульптуру, составляя части произведений как ноты в музыке Точно так же, как последовательность из них составляет мелодию или сонату Я беру основные единицы и пытаюсь соединить их в скульптурное целое Как и музыка, я хотела бы, чтобы моя скульптура была в выражении чувств с точки зрения материала И как в музее музыки, я не хочу, чтобы весь опыт был дан сразу Эффект и легкость композиции Энтони Карло в 60-х годах хорошо заметен в другом произведении Прерии 67-го года где горизонтальные планки или с металлом размещены на разных уровнях над полом Словно, сила тяжести на них совершенно не действует И хотя скульптор достиг этого не за счет скрытия физических свойств опоры а с помощью компоновки деталей в таком порядке, что они кажутся размещенными в воздухе Одна из самых ранних абстрактных скульптур Энтони Карло «24 часа» при фронтальном подходе выглядит как абстрактная композиция состоящая из трех пускостей, перекрывающих друг друга и которые стоят прямо на полу Размещение скульптуры без постамента сегодня кажется чем-то обыденным А в начале 60-х годов это было революционное решение которое подхватили многие скульпторы Находясь на полу, композиция становится частью пространства зрителя в мире реальных предметов и людей И если изменить точку зрения и подойти к скульптуре сбоку то композиция больше не воспринимается как абстракция Она обретает схематичный вид фигуры, которая откинулась назад и держит в руках круглый щит, напоминая о скульптурах воинах Древней Греции С 1966 года Энтони Карло обратился к созданию небольших объектов которые можно было бы легко перемещать из одного места в другое как, например, его столы Они должны были располагаться на приподнятой поверхности например, на небольших белых кубах И чтобы зрители не воспринимали эти работы как макеты Карло интегрировал их в стол так, чтобы они казались частью экспозиции В небольших скульптурах этого времени Карло почти не работает с цветом Он чаще всего оставляет поверхность не закрашенной В 1970 году он постепенно отказывается от цветов используя оттенки или свойства поверхности самого камня или металла от проржавевших балок или блеска нержавеющей стали до теплого мерцания латуни Энтони Карло интересовался вопросом как объединить отдельные элементы скульптуры так, чтобы они воспринимались как единое целое Его объект «Ночные движения» стал началом исследований в возрасте скульптуры и пространства и стирании этих границ Это большой объект, которым собраны основные технические и концептуальные разработки Энтони Карло в 1980 году По мере того, как британский скульптор исследовал формальные возможности материалов то в моментальных стальных композициях начала появляться пластичность Гнутые формы «Ночные движения» словно вылеплены из пластилина противоречия жесткой природе стали Это одна из немногих композиций Энтони Карло которая сделана из реальных предметов пропеллеров, котлов, столбов и других вещей которые скульптор нашел на свалках Лондона Карло согнул и скрутил в узкие металлы так что получился такой заданный ритм и движение А пространственные зазоры между элементами побуждают зрителя двигаться между деталями чувствовать их взаимное расположение которое меняется в зависимости от точки зрения проходящего Одной из первых скульптур Карло, которые исследовали закрытые объемы была работа дворец «Слона» изготовленный из латунных листов Зритель не видит, что происходит внутри Полая форма скульптуры работает как оболочка пространства вокруг нее И человек тоже не может пройти взглядом сквозь эту латунную оболочку воспринимая лишь внешнюю форму В 90-е годы Энтони Карло работала над многосоставным циклом «Троянская война» который сейчас хранится в Йоркшевском парке скульптуры В нее входит 40 персонажей и несколько эпизодов основанных на сюжете Илья Дагомира Другой его многофигурной композиции с очевидной отсылкой к традиционному сюжету стал «Страшный суд» 1995-1999 годов созданный для показа на Венецианском вигенале 1999 года Два десятка объектов из керамики, дерева, стали, латунь и камня Они образовывали пространственный ансамбль отражая ужасы военных конфликтов и этнических чисток в Боснии, Руандии и других странах 90-е годы Он хотел создать композицию, похожую на вытянутый неф закрытый от света где предметы создают своего рода улицу мертвых, проклятых и тех, у кого нет искупления По его замыслу путь вел от врат смерти к вратам рая И Каро создавал такую проходную серую зону между жизнью и смертью делая ее доступным для посетителей и снабжая ее коллективными воспоминаниями и ассоциациями из популярных мифов С 1953 по 1979 год Энтони Каро преподавал в Лондонской школе искусств Светового Мартина Он знакомил студентов отделения скульптуры с теорией современного искусства и в том числе с идеями американских арт-критиков и теоретиков искусства Климента Гринберга и Майкла Фрида У них также был доступ к американским художественным журналам которые выписывали в библиотеку института школы И Майкл Фрид вспоминал о времени своего преподавания там что уникальный послужной список отделения скульптуры школы Святого Мартина за десятилетний период говорит сам за себя и не будет привлечением сказать что этот отдел был чем-то вроде легенды везде где современные живописи и скульптуры относятся серьезно У Энтони Каро учились многие молодые скульпторы ставшие знаменитыми потом Тим Скотт, Филипп Кинг, Уильям Такер, Дэвид Эннсли, Ричард Лонг и Ричард Диккен и даже будущий архитектор, в том числе Ричард Роджерс Его студенты учились в большей степени не стилю, а дисциплине сомнений и поиска Каро хотел, чтобы знания, которые ученики получают в результате липки отражались в их рисунках и наоборот Он давал им необычные задания сделать объекты из материалов, которые не предназначены для скульптуры из мусора, перьев или подушек, из воздушных шариков и многого другого Критик Роберт Хьюз использовал даже термин «поколение Каро» для тех скульпторов, которые предпочитали работу с окрашенными металлами Этот прием был одним из нововведений британского скульптора и стал обычным приемом в этом виде искусства к концу 60-х годов Среди студентов школы искусств Святого Мартина выделялась группа из шести человек, которые к концу 60-х стали известны как «Новое поколение» или «Школа Каро» В их числе были Филипп Кинг, Тим Скотт, Уильям Такер Эти скульпторы также отказывались от постаментов, используя индустриальные материалы для создания абстрактных скульптур Они брали для своих объектов металл, современные пластики и степловолокно формовали эти материалы промышленным методом, чтобы получить окрашенную массе объекты, которые меньше всего похожи на обычную скульптуру В 1965 году в Лондоне прошли две выставки современной британской скульптуры, которые показали разницу поколений и направление развития этого вида искусства В галерее Тейт открылась ретроспектива британской скульптуры в 60-е, на которой были выставлены работы Генри Мура, Барбары Хепфорд, Лины Чедлика, Кенда Армитажа, Бернарода Медоуза, которые обращались еще к миру органических форм А в галерее Уайт-Чеппел состоялась выставка «Новое поколение», в которой участвовали более молодые скульпторы, в тот момент преподававшие или учившиеся в школе искусства Святого Мартина Они продолжили идеи Энтони Карро, создавая абстрактные объекты из окрашенного металла и стекловолокна, которые были лишены отсылок к каким-то конкретным явлениям природы или конкретным предметам и стояли на полу без каких-либо постаментов или возвышений Это случайным образом совпавшее сравнение двух поколений британских скульпторов наглядно показало разницу их отношения к материалу, классическим решениям и пространству Старшее поколение, хотя и использовало в своих работах абстрактный язык, но разными средствами связывало его с мерами природы человека А следующее за ними новое поколение, вместе с вдохновившим их Энтони Карро, конструировали форму из деталей простых геометрических форм, окрашивали поверхности в яркие цвета, вводили на первый план не массу и объем, а концепции и вопросы восприятия Они мыслили скульптуру не как единичный объект, но как композицию отдельных элементов, объединенных общим контекстом Это заметно в работах Филиппа Кинга, Уильяма Такера и Тима Скотта Так декларация Филиппа Скотта стала полноценной декларацией Филиппа Кинга о намерениях Предельно лаконичная композиция включала два круга, два креста и два квадрата нанизанных на стальной пруд Большинство последующих работ британского скульптора были не менее абстрактными, но в декларации он намеренно очистил свой художественный словарь от каких-то привычных скульптурных форм в пользу почти живописной плоскостной абстракции В 1962 году он создал объект из дерева и стекловолокна «Розовый бутон» Первый из своих конусообразных объектов геометрической фигуры, которой прежде практически не обращались к скульпторам Работая с абстрактными композициями, Филипп Кинг сворачивал листепластика в формы, которые не были монолитными и глухими Он открывал пространство элементов глубь и позволял исследовать напряженность между поверхностью объектов и их объемами В отличие от других скульпторов нового поколения, Филипп Кинг мог использовать отсылки к реальным предметам Так пластиковая поверхность розового бутона окрашена в розовый и словно распускающиеся лепестки с двух сторон приоткрывает такую зеленую часть скульптуры В других его конусообразных объектах тоже можно встретить это свойство, напоминающее о предметах реального мира Например, в финальном варианте «Сумерек» 1963 года развернутые верхние части скульптуры пластины из пластика и алюминия напоминают облака, которые затянули небо При этом образы из мира природы в Уукинга все равно остаются не натуралистичными Они играют скорее с такими архетипами восприятия силуэтов и форм Розовый конус, как бутон, зеленый конус с раскинувшимися пластинами, как прямая ассоциация какой-то горы с раскинувшимися над ней и проплывающими облаками Другая его конусообразная скульптура, Чингисхан, вводит зрителей в заблуждение названием, из-за которого объект часто считают антропоморфом Но сам скульптор подчеркивал, что он не думал о горах или облаках, а основывал свою идею на плавных формах, ограниченных боковыми стенами и землей В других своих работах середины 60-х годов Кинг нашел более открытые средства и строгое средства для исследования возможностей цвета и абстрактных форм Которые расположены с учетом ритмичного сопоставления одинаковых или схожих элементов Так, в скульптуре Нил 67-го года последовательно расставленные прямоугольные плоскости создают ощущение потока С помощью перехода цвета от холодного сиреневого к теплому красному Намек на движение продолжается и в скрещивании основания панелей на полу В отличие от его конусообразных объектов, эта скульптура более фронтальна Потому что при обходе с задней стороны видны крепления, которые связывают между собой листы металла И в большей степени это такое исследование ритмического воздействия цвета и повторяющихся форм Нежели развертывание формы в пространстве После того, как Филипп Кинг съездил в Америку Познакомился с американскими абстракционистами и с концепцией энвайромента Созданного для вовлечения зрителей в арт-пространство В его скульптурах начала сильнее проявляться тема промежутков и работы пространства между частями-композициями Примером тому могут быть скульптуры из балок и блоков Например, Зов 67-го года и Голубое пламя В которых отдельные формы размещены в выставочном зале как элемент одной скульптуры Ни одна из этих работ не была с самого начала задумана как целая С именно таким количеством частей Каждая начиналась с пары форм, в котором скульптор пошагово добавлял элементы До тех пор, пока пространство не начинало читаться так, как это хотелось скульптору В качестве альтернативы новаторским подходам и концепциям Энтони Коррой новой скульптуры Некоторые студенты Лондонской школы Святого Мартина Такие как Ричард Лонг, Барри Фленнеган, Кемиш Фултон и Дуэк Гилберта и Джорджа Начали экспериментировать с природными и неблаговечными материалами Они создавали произведения, которые не были предназначены для постоянного экспонирования И молодые скульпторы обсуждали возможность ухода скульптуры от его статичного объектного происхождения Художники, создававшие или исполнявшие скульптуры на открытом воздухе Часто привозили свидетельства творческого процесса на выставке Так скульптура начала проявляться и реализовываться не в уже конкретных объектах из металла и камня А с помощью жестов, временных знаков, сделанных в ландшафте Или документации таких действий, показанных потом на выставке с помощью фотографий, карт с комментариями или видео В этих произведениях можно увидеть развитие идей минималистов и концептуального искусства Где скульпторы и художники прибегали к геометричному языку И использовали фотографии, диаграммы и тексты, которые фиксировали временные вмешательства в природное пространство Так британец Ричард Лонг создал в Бристоле временный объект Торфяной круг В 1966 году это был участок газона, с которым художник снял свою почву в форме круга Таким образом он пришел к геометрической форме через процесс убывания Не добавляя в процессе создания объекта другие материалы Это показало важную для Ричарда Лонга идею Оставлять на поверхности малозаметные или временные следы, которые в будущем можно увидеть Либо с помощью документации, фотографий или видеосъемки Эта ранняя работа показывает другие важные для Ричарда Лонга темы С которыми он будет работать десятилетиями Это тема круга, а также акцент на низкой горизонтальной ориентации скульптуры Другая была работа, линия, сделанная при ходьбе 1967 года Была сделана прямо на лужайке, по которой скульптор ходил зад и вперед А потом просто сфотографировал получившуюся выдоптанную дорожку И произведем искусства здесь была не графичность самой линии И не фотография, которая показывала получившийся объект А сам процесс ходьбы по лужайке и по прямой В рамках которой Ричард Лонг превращал обычное действие в художественный акт После окончания школы искусств этого Мартина У Ричарда Лонга прошли персональные выставки в Париже, Мелании, Нью-Йорке и Джельдорфе Но пришедшая к нему известность не изменила простоты его работ И не изменила его любви к британскому ландшафту Хотя он позже часто работал в других странах с другими природными условиями Он пользовался схожим методом в течение десятилетий Искал место для своих объектов Прокладывал линии тропинок Собирал и выкладывал ракушки, камни или палки Разного размера в линии и гигантские круги Не стремясь доминировать над пейзажем Часть его скульптур находится в очень отдаленных местах До которых сложно добраться и можно увидеть только с помощью фиксации Другие объекты просто исчезают со временем Примятая при ходьбе трава выпрямляется А вырезанные в земле круги со временем зарастают зеленью В 80-е годы в Британии были временем достаточно серьезных перемен Не только в политике и экономике, но и в художественном мире В это время Британия и в особенности Лондон Превращаются в очень активный и модный международный художный центр В 84-м году для британских художников была учреждена премия Тернера В области современного искусства В 80-е же годы открываются новые выставочные пространства В Куча-Галерии Саачи В 90-е годы серьезно начал меняться арт-рынок В Лондоне стали появляться и набирать популярность Коммерческие галереи и периодические издания, которые писали И выставляли британское искусство Коммерческие частные галереи, например, галереи Саачи Галереи Лиссон, Уайт Кьюб И государственные организации от Британского совета До Лондонского института современного искусства Стремились экспортировать британское искусство И идеи так называемой Крутой Британии Кул Бритон На международную художественную сцену К тому же в 90-е годы Значительно увеличилось количество Серьезных международных выставок Потому что до того момента, если мы вспомним Пенсианская бьенналия, художественная бьенналия Сан-Паулу И документы были, по сути, единственными крупными международными мероприятиями Которые проводились регулярно И так называемая бьеннализация современного искусства Как раз началась в 90-е Когда появился тот вариант глобального механизма Показа и распространения искусства Который знаком нам и сейчас Это такое глобальное художественное пространство Где размыты представления о локальных и национальных художественных школах Произведения стали показывать и продавать Не делая серьезных различий между разными странами Между выставками в коммерческих галереях И выставками в крупных музеях И к началу 2000-х годов В результате всей этой эволюции Британское искусство начало выглядеть менее британским И оно начало терять свои локальные черты И все процессы художественной жизни стали более глобальными и космополитичными В Лондон стали приезжать и работать мастера со всего мира В коммерческих галереях выставляли все больше работ зарубежных художников И даже столь важная для внутреннего британского сообщества премия Тернера Изменил свои правила для номинантов Если раньше на награду могли претендовать только те художники или скульпторы Которые родились в Великобритании То с 2000 года премию может получить и тот мастер Который просто какое-то время прожил и проработал в этой стране К концу 90-х годов Концептуальная часть стала играть очень важную роль в работе с объектом И это отчасти объясняет взрывной рост количества инсталляций Многие скульпторы стали чаще проговаривать свои цели и задачи, заложенные в проект Описывать свое видение того, что же представляет собой их скульптура Как она соотносится с пространством или как она коммуницирует со зрителем И если в 80-е годы британские мастера расширили жанровый диапазон современной скульптуры То в 90-е годы скульптура превратилась в такой коммерчески успешный концептуализм И скульпторы в основном интересовались вопросами взаимоотношения пространства со зрителем И исследованием возможностей как самой формы, так и выражения ее смысла В 81-м году британская галерея Whitechapel провела двухчастную выставку Британская скульптура в 20-м веке, где пересматривались традиции модернизма И намечались новые линии развития Молодое поколение скульпторов, в числе которых Билл Уудроу, Тони Крэг, Энтони Гормли, Ричард Дикон и Аниш Капур Довольно быстро вышло на художественную сцену И их работы, инсталляции и объекты из утиля Абстрактные, объемные и плоские композиции Современная критика назвала новой британской скульптурой И с этими скульпторами была связана Лондонская галерея Лисса Основные интересы основных скульпторов этого времени Тони Крэга, Билла Уудроу, Ричарда Дикона и Аниша Капура Поэтому иногда можно и в литературе, и в критике того времени Встретить такой термин, который называли этих скульпторах Парни Лисса Новую британскую скульптуру сложно описать Как какое-то последовательное движение С общим концептуальным базисом Это, скорее, такое общее описание художественной ситуации В которой находились скульпторы, работавшие в тот момент времени в Британии Но, однако, у них были и некие общие идеи Например, исследование взаимосвязи между зрителем и пространством Как произведение искусства работает в промежутке между ними Еще одной отличительной чертой скульптуры того времени, пожалуй, был юмор Британское чувство абсурда очень хорошо укладывалось в основу концептуальных высказываний Мастера британской, вот этой новой волны британской скульптуры Очень часто выставлялись по всему миру И так Аниш Капур и Антони Гормли, принадлежащие к одному поколению Например, вышли на международную художественную сцену еще в 80-е годы А часть скульпторов и художников появились на международной сцене только в 90-е годы Сейчас мы немножко подробнее поговорим о работах Гормли Который родился в Лондоне и учился в Кембридже Где изучал не живопись и скульптуру, а учил археологию, антропологию и истории искусства Он много путешествовал по Ближнему Востоку И изучал буддийскую медитацию И по его словам, эта практика сыграла довольно большую роль в его новочстве Именно во время путешествия по Индии он понял, что скульптура была более глубоким способом бросить вызов реальности Вернувшись в Британию, он все-таки поступил в школу искусств Отучился сначала в Центральной школе искусств в колледже Голдсмит А потом в аспирантуру в школе изящных искусств Главный мотив в искусстве Энтони Гормли Это человеческое тело Его взаимоотношение, этого тела с пространством и временем В отличие от привычного метода отражения объема снаружи Внутрь у Гормли действует принцип изнутри снаружи Он пытается отразить и прочувствовать пространство, которое содержится внутри тела Большинство скульптур у Гормли антропоморфны И основывается на слепках его собственного тела Чтобы создать скульптуру, помощники часто обматывают самого горной пленкой Затем тканью, затем мокрым гипсом Затем полый слепок укрепляется стекловолокном На него уже потом наносится слой свинца и спаивается швами И для самого скульптора важно, что в процессе отливки используется его собственная фигура И его статуи исходят из индивидуального опыта какого-то конкретного момента Сам Гормли часто создает скульптуры, которые фиксируют разные положения человека Он придумывает совмасштабные зрителю объекты и часто использует собственное тело как заготовку для скульптур И эти фигуры олицетворяют не каких-то конкретных людей и ситуаций Отражают изменения или аллегории времени или стихий Как, например, в проекте «Земля, море и воздух» Проекте «Падение», «Доказательства» и других Например, куратор и арт-критик Даниэл Бернбаум Писал о проекте «Гормли, земля, море и воздух» Что ни одно произведение искусства не вызывало у него такого отчетливого впечатления О времени Что время проходит и течет, как невидимая река, всеобъемлющая и все еще недоступная Каждая из фигур в проекте «Гормли» казалась ему глубоко сосредоточенной Один прикладывает ухо к земле, являя собой аллегорией земли Торгой смотрит на море, воплощая море И третий намерен вдохнуть во всей полноте, отражая собой воздух Ничто не происходит, ничто не происходило и никогда не произойдет Ничто, кроме этой единственной вещи, времени Позже «Гормли» интересуется более многофигурными композициями И создает ряд проектов, где количество фигур зашкаливает Вместо четырех, десяти статуй он изготавливает фигурки десятками, а то и тысячами Как, например, в инсталляции поля, которые он создавал в нескольких вариантах Для разных выставочных пространств Исходное поле состояло примерно из 35 тысяч терракотовых фигурок Которые заполняли пол выставочного зала плотным полем, видимо, прямо с порога Но, несмотря на кажущееся бесконечное количество фигурок Все они были сделаны вручную и отличались в каких-то мелких деталях Начиная от размеров и объемов, заканчивая проработкой лица и конечностей Скульптуры инсталляции «Гормли» осваивают любое пространство, где бы они ни находились В городе, на берегу моря или даже на крышах домов Скульптуры могут стоять, сидеть, ходить по стенам, развредаться по городу Быти рассеянную по пляжу Например, в рамках проекта «Тругое место» Скульптуры застыли на пляже Кросби под Эверпулем Он установил около сотни фигур, сделал слепки собственного тела Одни статуи обращены лицом к морю, другие закопаны в песок, по щекотке Одни из статуй по пояс, а некоторые даже по шее По сравнению пространства «Гормли» также практически не использует постаменты Он делает фигуры самосштабному человеку, создавая новый интересный опыт для зрителя Благодаря которому человек, проходя рядом с этими объектами, чувствует тот же самый человеческий масштаб И задумывается о роли и места человека в пространстве Эта тема взаимоотношений тела с пространством Например, отражена в проекте «Поле притяжения» Где Гормли разместил композицию из множества фигур Где фигуры были созданы в натуральную ветчину по слепкам Тел жителей одного из британских городков Причем слепки делали из детей, из людей разного возраста, у детей до пожилых горожан И эти слепки послужили основой для скульптур спаянных из тонких прутьев нержавеющей стали И в этом проекте фигуры лишены антропомофной массы Они прозрачны, словно невесомы И кажутся таким производным от физических тел Сущностями скорее, нежели какими-то реальными людьми Как в наброске Гормли намечает их объем за этими штрихами Словно эти стальные балки, словно штрихи в пространстве, которыми он создает объем Фигур, потому что меняется не только сама форма, но и плотность штриховки Одни тела как будто бы заштрихованы плотнее, другие словно растворяются в пространстве В Государственном Эрмитаже проходила выставка Где тоже можно было познакомиться с работами Гормли На которой скульптор, она называлась «Во весе рост» И на этой выставке Энтони Гормли сопоставил современные объекты свои Сделанные из прожавевшей стали Со статуями античных богов, которые хранятся в коллекции Государственного Эрмитажа То есть древние статуи были поставлены вровень с человеком Для этого скульптор сознательно придумал приподнятый постамент Он закрыл постаменты древних статуй Поднял уровень пола до уровня ног античных статуй Так, чтобы не было видно постаментов И поставил новые современные скульптуры уже на этот уровень пола Он сделал древних богов, античные статуи Доступными для зрителя в буквальном смысле Поставив их на один уровень с проходящими мимо людьми Другой важный скульптор этого периода Аниш Капур родился в Индии Но достаточно рано переехал в Великобританию Где учился сначала в колледже искусств Хорни А затем в школе искусств Челси Начинал работать с легкими доступными материалами С деревом, которое окрашивал в яркие цвета Его ранние и часто временные объекты состояли из небольших групп От трех до пяти объектов И использовали набор простейших геометрических форм Кубов, сфер, конусов и объектов Окрашенных пигментом или красками Одна из его самых известных ранних работ Тысячи имен состояла из нескольких блоков Разного размера и формы Покрытых пигментами красного, желтого и белого цвета Росыпи ярких пигментов он продолжил и на полу Растягивая материальные границы объекта Вне созданной формы И другая его композиция со сложным названием Словно в честь праздника Я обнаружил гору, цветущую красными цветами Она тоже состоит из трех элементов разного размера и формы Окрашенных слабым раствором пигмента И затем посыпанным уже сухим порошком Чтобы вот эти вот фрагменты порошка Рассыпались за границы выстроенной формы По замыслу скульптора Зрители должны были свободно перемещаться Вокруг композиции и ее отдельных частей В середине 80-х годов Капуру получил смог Организовать себе отдельную студию И начал работать с более крупными объемами И более тяжелыми материалами Он начал больше работать с камнем Сталью и стекловолокном И соответственно работы его стали выглядеть более моментальными Так инсталляция поля пустоты Выставленной на Венецианской бейенале 89-го года Состояла из 16 грубо обтесанных каменных глыб У каждой из которых было сделано отверстие И в это отверстие скульптор насыпал немного черного порошка Зритель, помещение в котором находилась эта инсталляция Было довольно тесным Поэтому посетитель волей или не волей Проходя через эту композицию Должен был фактически касаться этих камней И по замыслу скульптора Можно было брать этот порошок пальцами из углублений И оставлять следы на поверхности камней Многие скульптуры Капура В принципе приглашают зрителя к соучастию и соприкосновению И зрителю часто приходится колебаться Как воспринимать отверстия и надрезы на его объектах Только лишь как окраску Или же как реальные отверстия В форме которой нужно и можно трогать И Капур оставляет зрителя в постоянном сомнении Драматизируя опыт своих работ Теми отверстиями, которые возможно таковыми и не являются Например, такой обманкой была инсталляция сошествия в лимб Созданные для документов в касселе В этой работе он ставил зрителя в такое неопределенное положение Это был такой дом из бетонных кубов Внутри которого на полу размещался большой черный круг И этот черный круг оказывался настоящей черной дырой Под полом была вырыта круглая полость Глубиной 2,5 метра А стороны отверстия были покрыты черным пигментом Создавая впечатление бесконечного пространства И игра с иллюзией была таковой Что в один из дней туда просто-напросто провалился посетитель Который принял черную дыру за плоское изображение на полу В середине 90-х годов Аниш Капур обращается к новым для себя материалам К нержавеющей стали и различным тянущимся пластикам Например, его работа без названия Из алюминия выглядит как рама-картина С каким-то таким трамплёем, с обманкой Но при этом на самом деле рама углублена в стену практически на метр Как рельеф негатива, зеркальные эффекты этого алюминия С полировкой уводят наш взгляд в глубину объёма Играя с иллюзиями и линейной перспективой В 2000-е годы Капур работал над крупными заказами Инсталляциями для каких-то крупных выставок, галерей, музеев и общественных пространств По большей части это такие гигантские полуабстрактные объекты и скульптуры Например, инсталляция Марси, напоминающая растянутую обнажённую мышцу Созданная для турбинного зала галереи Тейт Или соединённые переходами три огромных шара левиафана Для Гран-Поле в Париже Которые в буквальном смысле поглощали зрителей в эти красные полости Капура вообще интересует всегда скульптура Которая вступает в диалог и какое-то сложное взаимодействие со зрителем Которая может манипулировать нашим восприятием и нашим движением Как в отношении пространства, так и в отношении времени От моментов прохождения по инсталляции до удлинения созерцания С помощью какой-то визуальной обманки Или с помощью какой-то сбивки восприятия С помощью перестраивания фокусировки Или тактильных ощущений, как он делает ямы и выемки Куда можно опустить руки или свалиться самому Тони Крэг еще один интересный скульптор Второй половины 20 века Он учился в Умблдонской школе искусств Затем в Королевском колледже искусств А с 1977 года переехал в Германию Где живет до сих пор И при этом считается британским скульптором Активно участвуя во всех международных выставках Не только за рубежом, но и в самой Великобритании Он делает свои объекты из всего того, что попадает в ему глаза Сначала, конечно, это было связано с тем, что В качестве начинающего скульптора ему было сложно покупать Какие-то дорогие материалы, как натуральный камень И он собирал свои объекты из всего того, что попадалось ему В буквальном смысле под руку И составлял таким случайным способом Создавая новые какие-то сконцентрированные формы В работах в 70-х годах он использовал мусор и отходы Переосмысливая готовые объекты и предметы В таких инсталляциях, ассамбляжах Он переосмысливал эти привычные всем объекты Коробки, обертки, доски И соединял их в какое-то новое целое Одной из показательных работ этого времени Сталштабель 75-го года Где множество предметов из разных материалов Уложено плотными слоями, напоминающими Такие археологические, как куб земли Вырезанный из земли с археологическими слоями Разновременных наслоений Такая вполне считываемая ссылка к геологии Равно как и археологии Встречается на протяжении всей карьеры Тони Крэга Он вообще создал целую серию таких кубов С 70-х по 80-е годы Не сохраняя используемый материал А каждый раз пересобирая эту композицию Заново для очередной выставочной площадки В 80-е годы Тони Крэг Сставлял свои композиции из множества отдельных элементов Исследуя связи частей с целым И он создал такие композиции панно На стенах или полу Таких как взгляд на Британию с севера Или флаг открытка Составляя изображение с помощью разноцветных найденных предметов Объединение различных форм Которые становятся чем-то новым Стало обретать в работах Тони Крэга Более масштабные какие-то формы К концу 80-х годов В это время он перешел к крупным скульптурам Которые могли быть собраны Как из отдельных частей готовых предметов Так из каких-то специальных созданных форм Составленных между собой Как например в объекте монастырь Где шпили собраны из металлических промышленных деталей И остатков старых шин Или из расставленных рядами стеклянных сосудов Окрашенных в один цвет Он также составлял объекты из бетона, резины, кевлара И даже из состыкованных экранных костей В 90-е годы и позже Тони Крэг начал делать объекты Которые похожи на такие древние тотемы Как например соляные столбы 1996 года Которые кажутся артефактами древней культуры Выкопанными из толщи земли На которых проступили следы от соли и грязи Но на самом же деле Это скульптурная группа Отлитая из бронзы с патиной И поверхность ее не обработана до конца Где отчетливо видны обожженные участки И те места, где расплавленный металл Вступил в реакцию с песком В 90-е годы Тони Крэг начал интересоваться Инновационными материалами и 3D-техникой моделирования Но при этом он все-таки делал свои объекты В дереве, бронзе и стали Имитировав в них пластичность новых композитов Как будто бы они вырезаны на чипу-станке Или созданы с помощью какой-то 3D-программы Его объекты стали выглядеть более абстрактными Но в то же самое время Более биоморфными За счет имитации преувеличенной Такой пластичности объема Он начал вытягивать скульптуры по вертикали Сдвигая немножко части объектов по оси Вокруг которых масса словно отвращения начинает передвигаться И как раз большая часть работ Тони Крэга 90-х годов Это эксперименты с движением Или показом этого движения объемов Вокруг вертикальной оси Как скульптурой бегом Хранящейся в галерее Лиса Ричард Дикон Тоже часто работал С теми материалами Которые попадались ему под руку И в своих работах Он очень увлекался концептуальным искусством И вынес оттуда идею сходства творчества с языком Поскольку одна из основных функций языка Это описывать и реформировать мир В 70-е годы он использовал доступные недорогие материалы Это были обои, шпон, гипс, остатки старых досок Из которых он делал абстрактные объекты А позже он случайно снимал мастерскую Рядом с помещением Где работал корабельный мастер И познакомился с техникой гнутой фанеры Гнутого дерева Которую этот мастер ему и показал И так и в его объектах Начали появляться Такие изогнутые деревянные линии Где скульптор сознательно оставляет Видимые следы работы с материалом Он не зашлифовывает И не срезает болты Или не срезает остатки клея Он намеренно оставляет Эти фрагменты видимыми В формах его скульптур часто присутствует Досмысленность Выраженная по текучести силуэта С помощью традиционно жестких материалов И названия его скульптур тоже двусмысленные И почти всегда отражают игру С какими-то языковыми идиомами Например, не будь дураком Имеющий уши да услышит Свет мой зеркальце Скажи Например, имеющий уши да услышит Этот объект Связан с интересом речи Дикона К тому, как глаза, уши и рот человека Определяют восприятие мира Проступившая смола на поверхности И не отшлифованные кольца древесины Из которых создана скульптура Напоминают о том, что этот материал Когда-то был живым И тоже является частью природы И концептуальное искусство Играло в Великобритании очень большую роль И с конца 80-х годов Принцип преобладания идеи над эстетикой Порой ставил перед зрителем Определенного рода границы И зритель, честно говоря К началу 80-х годов Уже подустал от такой Концептуальной бесконечной игры Где нужно было все время напрягаться Все время считывать вторые и третьи смыслы Погружаться в концептуальную многомерность Соучаствовать в чем-либо И к 90-м годам на художественную сцену Вышло новое поколение молодых британских художников Young British Artists Которая очень много сделала Для популярности современного искусства Их творчество часто определяют термином Brit Art Хотя называть его отдельным движением Достаточно сложно Скорее, это группа художников Которые на протяжении Определенного третийска времени Формировали общий художественный дискурс Вместе выставляли свои работы И их объединяло как интерес К концептуальному искусству инсталляциям Так и умение сделать себе саморекламу Их первую выставку Фрис В июле 88-го года Организовал молодой художник Дэмин Хёрст Они выставились в лондонских доках На большее Или какое-то более престижное помещение У них просто не было средств И там были показаны работы 16 выпускников и студентов Колледжа Голлсмит Сокурсников Хёрста И его друзей В том числе Мэтта Колешоу Сар Лукас и Фионы Рей И эта группа стала основой художного сообщества Которые позже и назвали Молодыми британскими художниками На одну из их выставок зашел Чарльз Саачи Коллекционер и основатель Однименной галереи Он настолько впечатлился Что старался не выпускать молодых художников Из виду Постоянно покупая их работы И галерея Саачи провела серию И шести выставок Которые были посвящены Исключительно работам Молодых британских мастеров И именно это Создало им репутацию За рубежом Это, еще раз подчеркну Не было какое-то общее теоретическое движение И у них не было какого-то общего стиля Из общих черт у них был только возраст И вовлеченность в современное искусство И этот термин брит-арт Был скорее маркетинговым инструментом Для продвижения современного британского искусства Строго говоря Его стоит использовать Только по отношению тех художников и скульпторов Кто выставлялся в галерее Саачи На выставках Риз или Сенсейшн Но, однако, это название Используется и в более широком смысле Чтобы охватить всех прогрессивных Британских мастеров Которые работали В конце 80-х, 90-е годы Работы молодых британских художников Охватывали разные жанры Живописи и скульптуры Видео-арт, инсталляции И концептуальное искусство И искусство этих британских художников В первую очередь искусство провокационное Провокация крайней степени интимности Доходящей местами До показушности Один из общих мотивов В творчестве бритарта И не случайно Тема их работ Это то, что беспокоит людей То, о чем не принято говорить Это секс, насилие Искусственность, которая нас окружает Страхи, связанные с Обществом, в котором мы живем И сдвинуть вещи с привычных мест Нарушить принятые нормы Это, пожалуй, было присуще Многим мастерам Авангардного модернизма Но этих сдвигов и шока От нового было уже стойко Что расшевелить современного зрителя К концу XX века Было достаточно сложно Поэтому британские художники Выбирали стратегию Уже такого Откровенно безобразного И отталкивающего искусства На грани Которая помогала задействовать Эмоции Уже привычного Ко многому зрителю Молодые британские художники Использовали разные жанры и техники Но основным видом их высказывания Стала все-таки инсталляция Относительно новый жанр Современного искусства Многое взявшее из опытов дадаистов И сюрреалистов И концептуализм В 80-х годах Так уж исторически Сложилось Что в Великобритании Инсталляциями занимались В основном скульпторы А на локальных и международных выставках Этим объектам Отводили место В разделах скульптуры Инсталляция предполагает Конфигурацию Или установку Инсталляшн Объектов В пространстве выставочного зала Поскольку инсталляция Позволяет зрителю Обычно Свободно ходить И перемещаться в пространстве И взаимодействовать С элементами И композициями То она предлагает зрителю Некий иной опыт По сравнению С традиционной картиной И скульптурой Кроме того Инсталляция может Разными способами От звуков До ароматов Воздействовать На разные чувства зрителя Включая Сизание Слух И обоняние Демиан Херст Она состояла Из контейнера С яйцами мух Коровьей головой И электрической мухобойкой Из яиц Вылуплялись Лучки Ползли к еде Коровьей голове Перевращались в мух И гибли На мухобойке С течением времени Инсталляция менялась Поскольку Голова становилась Все меньше А мух Умерших От мухобойки Все больше На деньги Саачи Херст Создала И другую Свою работу Которая Сделала его Знаменитым Во всем мире Это физическая Невозможность Смерти В сознании Живущего Или В просторечии Мертвая акула Это инсталляция С аквариумом Наполненным Формальдегидом В который Погрузили Мертвую Тигровую акулу И она Положила Начало Целому ряду Работ Херста Обыгрывающих Мотив Смерти Где Зретье Встречается С неким Мертвым Существом Пугающим И отталкивающим А все еще Сохраняющим Прижизненный Облик Кстати В 2005 году Чучело Эта акула Начало Пориться Потому что Неправильно Рассчитали Количество Формальдегида И теперь Время от времени Эту Фигуру Заменяют Новым Чучелом Акул Туда Закачивают Формальдегиды В более Высокой Концентрации Опыт Работы С инсталляциями Херста Можно разделить На несколько групп Первый Составляет Произведение Аквариума Которые Он сам Относит К серии Естественная История Это могут Быть Не только Акулы Коровы Или овцы Художник Также часто Использует В своих Работах Витрины Которые Служат Для Изоляции И отделения Предметов От Зрителя И Другая Категория Это Картотеки С Какими-то Стеллажами В которых Разложены Каталогизированные Врачебные Инструменты Баночки с лекарствами Коробочки С бабочками Ну и другие Коллекции Которые Херсту Приходят В голову В работах Трейси Эмин Связь Искусство И жизнь Представит Более личном И интимном Исполнении Это Художница Создает Инсталляции Которые Наполнены Собственными Воспоминаниями И Она Разрешает Зрителю Подглядеть За Перепетиями И Ее Жизни Одна Из самых Из известных Инсталляций Моя постель В виде Незастеленной Кровати Вокруг Которые Валяются Пустые Пачки Сигарет Какое-то Белье Какой-то Мусор И Это Объект Где лично Выставленное Все Обозрение Конечно Вызывало У зрителей Неоднозначное Чувство Эта Работа И ее Шумное Обсуждение Отразили Ту Двойствен Стандартов Которую Трейси Именно Хотела Проговорить Своей Показ Чего-то Личного Становится Поводом Для Публичного Осуждения Чуть позже Она создала Еще одну Личную Инсталляцию Все с кем Я спала В виде Такой Палатки И внутри Палатки Были размещены Имена Всех Тех Схем С кем Художница Спала Не в Каком-то Интимном Смысле А просто Физическом Начиная Спала Начиная От Брата Близнеца Художника До Ее Нерожденных Детей Хотя Это произведение Часто Воспринимается Как высказывание На тему Сексуальной Сободы Братья Джейк И Динес Чепманы Тоже Одни Из таких Неоднозначных И провокационных Мастеров Притарта И в своих Работах Они часто Используют Кукол И манекены Из плексиглаза Создавая Довольно Сюрелисичные Композиции Их инсталляция Деяния против мертвых Сделанная По мотивам 36-го Афорта Гоя Из серии Бедствия Войны Сделана В виде Такой Трехмерной Скульптурной Группы С подчеркнутыми Натуралистичными Деталями Показа Безжалостность Человека Увеличенная Позже Масштаба Композиция С привязанными К дереву Изувеченными Солдатами Была куплена Чарльзом Саачи И тоже Стала частью Его коллекции Реализация Следующей Идеи Следующей Композиции Заняла У Чебманов Два года Для Инсталляции АД Эта работа Хранилась В коллекции Саачи И была утрачена Из-за пожара Братья Изготовили Около Пяти тысяч Миниатюрных Раскрашенных Фигурок Нацистских Солдат В схватке С какими-то Фантастическими Мутантами И В больших Степлянных Боксах Эти фигурки Разыгрывали Сценки Битвы Где Скелеты Рыбомутанты Каннибалы Боролись С друг с другом Тщательно Изготовленные Фигурки Использовали Мотив Домашнего Хобби Когда люди Готовят Люди Делают Композиции Битв Из Выставляя Маленькие Фигурки Солдатиков И Но Эта Композиция Где Тысячи Фигурок Ищадий Ада Расправляются Над Своими Жертвами Показывает Показывает Оно Оно Использовано Как Всем Понятная Метафора Изображение Зла Изображение Чего-то Ужасного С чем Все Могут Столкнуться Марк Необычная В котором Скульптор Как Потенциально Вечные Обменявшие Свою Биологическую Жизнь На Бессмертие Где Тысячи Экземпляров Растений Погружены В Тонны Жидкого Силикона В Начале 2000-х годов Марк Уин обратился К Мрамору Создав Серию Скульптур Которые Изображают Людей С Инвалидностью И он Вдохновлялся Конечно Скульптурами Релифного Парфенона Британского Музея К поврежденным Вот этим Статуям Где Их Руки Или ноги Отсутствуют В силу Утраченных От времени В силу Времени Частей И неоклассические По виду Работы Марка Куйна Представляют Изображение Неполных Тел Людей Которые Потеряли Руки Или ноги В результате Несчастного Случа Либо Родились Уже К сожалению С инвалидностью И он Намеренно Использует Дорогой Полированный Итальянский Мрамор Чтобы Подчеркнуть Эту Тему Недостатка Тела В рамках Традиционной Эстетики Прекрасного Исследуя Противоречия Между внешним Видом И внутренней Красотой И бросая Вызов Историческим И современным Стандартам Красоты Скульптура Неудобные Какие-то Неприятные Ситуации Использовали Мотивы И методы Массовой Культуры И медиа И Вопросы Которые Изменились Способы Репрезентации Самих Скульпторов Художников Они Стали Работать И Позиционировать Себя В рамках Растущей Глобализации Художного Мира И Реалий Арт Рынка И Если Подвести Небольшой Итог То Британская Скульптура В течение 20 века Прошла Длинный Путь От Бронзовых Статуй Неоклассицизма И Натурализма Конца 19 века До Абстратных Композиций Без Пьедесталов Многосоставных Консталляций Которые Дополнялись Звуками И Видеотрансляциями До Объектов Из пластика И вторсырья И Они Отразили Основные Линии Развития Истории 20 века Изменив И Технику И Способы Размечения Взаимодействия Скульптурой В пространстве Со зрителем И Изменилось Само Понятие Притансской Школы В эпоху Когда Глобальная Заменила Локальная Когда Контракты С коммерческими Частными Галереями И Индустрией Международных Арт-выставок Позволяли Художникам И Скульпторам Создавать Объекты И Выставлять Объекты По всему Свету И Великобритания Не только Усилиями Частных Галереи Но и На Государственном Уровне Продвигает Такое Глобальное Искусство Создавая Своего Рода Культурный Экспорт Транслируя Всему Миру Креативность Своих Скульпторов И В современной Культуре И Помогает Запускать И развивать Не только Общие Истории Но и Локальные Где В небольших Городских Районах Или регионах Создаются Музеи Современного Искусства Или Парки Современной Скульптуры Выросло Количество Скульпторов Которые Занимаются Исключительно Современной Скульптурой И Исключительно Британской Скульптурой В самой Британии Довольно Много Таких Частных Коллекционеров И Интерес К актуальному Британскому Искусству Привлек Лондон Конечно Студентов И Художников Со всего Мира Где Можно Познакомиться И с Британским Искусством И с Современными Художными Процессами Напрямую Спасибо Вам Большое За внимание Всего Доброго Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...